друзья вот вы меня спрашивали как я работаю в коронавирус вот мой офис домашний здесь я короче у меня работа это мой вот топ сработает здесь я параллельно короче просто слушаю всякие там видосы на ю тубе ну тут бардак потому что сейчас особо времени нету выбирать нашел квадрокоптер которая давно покупал тоже хочу с ним разобраться и тоже времени нет идем я как растяжку надо там в горшке свою короче сейчас он покажу это сумму ну я ждал кота взять его погулять на траву хотя бы там на часок вот чтоб он не засиживался него нельзя отпускать машины бежит сейчас его надо прицепить к шейнику пускай гудает вот так вот хорошо будет сейчас мы его отмытаем так вот смотрите что хотел показать короче какой прикол произошел в общем пошел я сегодня выбрасывать мусор и и мусора было немного но я думаю блин делать нечего просто прогуляться пойду выброшу ну и такой мусор необычно этот который в переработку идет там бутылки пластиковые банки короче алюминиевый такую фигню картон и короче возле мусорки там где я вам показывал недавно было видео он показывал стулья там топовые выброшены были короче смотрю стоит это самое вот это вот сверлильный станок я думаю нерабочий кто-то выбросил думаю возьму на запчасти потому что у меня есть похожий но только поменьше я не помню какой мой конкретно просто лень его сейчас идти доставать лучше эти три часа уйдет пока его найду пока я вам все это покажу вот чтобы сравнить но думаю возьму муж какие-то запчасти там пригодятся тем более этот как-то посолить не выглядит думаю может быть починить его там идти по себе оставить на свой продатели типа того ну как бы все равно сердце кровью обливается шоу как можно на мусорку выбросить инструмент это же просто беспредел я короче естественно как старьевщик все тащу в свою норку вот забрал принес и друзья я был в шоке смотрите какое кино он работал если даже было сверло в комплекте то есть вот так его и выбросили это не какой-то богатый район там где богачи живут и все выбрасывают а это самое трейлер парк где самые бедняки живут смотрите раз два три четыре получается это пяти скоростная здесь скоростной сверлильный станок скорость регулируется получается от 570 потом 900 1392 500 дох трех тысяч пятьсот оборотов здесь сейчас насколько стоит здесь на 1390 на 1390 на среднем да да вот 1390 вот в этом положении сейчас стоит здесь я так понял надо вот эту крючку как-то как она закрывается что не закрывается нифига странно сломано шо ли а ее просто подогнуть надо короче его просто погнули здесь короче здесь что-то повело сам этот кривую но это вообще фигня но на работоспособность не влияет здесь привязан какой-то кожаный шнурок я не знаю зачем что за бред и так сейчас посмотри куда он там пошел болит тоже не чудеса а так на этом кожаном шнурке висит вот что ключ так ключ для патрона патрон получается gt-33 от полтора до тринадцати миллиметров так понятно но патрон это фигня можно поменять так что за сверло тут он работает вообще да вот он вывалилась три восьмых винчи по дереву видите серу три восьмых винчи так значит что здесь у нас еще есть то есть вот это опускается да смотрите он как бы немного ржавой но это все можно почистить и смазать вот смотрите повернули давайте сверло теперь обратно вставим какую-то сторону сейчас стянули а вот чем дело здесь какой-то рукоятки не хватает как она вверх подниматься должно это конечно плохо я даже не знаю как получается здесь а вот короче получается этого самого с должен быть какая-то рукоятка его почему-то нет а но она крутится вот видеть чуть-чуть прокручивается вот вниз идет короче смазать все надо вот это все короче четко надо почистить смазать вот вот это получается сама это платформа знаешь здесь еще как-то углы я понял регулируются как непонятно она сама это да да наверно вот тут болт откручивается наверно она еще под углом как-то поворачивается что видите здесь разметка в градусах нанесена так значит еще сама вот это поворачивается получается вот так вот здесь смотрите есть разметка глубины глубины получается в миллиметрах и в инчах видите одна шкала в миллиметрах одна в инчах круто 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 так это такая у нас кнопка включения здесь регулировки скорости вот здесь что это снимать мотор что ли а это натягивать все я понял это натягивать ремень отдаешь вот эти сейчас они затянуты и натягиваешь ремень если он ослабнет так ремень ремень вроде в хорошем состоянии я не вижу чтоб он порыканный где-то был вот тут даже смазка видите есть вот есть тоже видите небольшая ржавчина но тоже все не критично так сейчас с другой стороны посмотрим что с другой стороны это опять проповедники ездит так короче вот это болтается потому что вот тут надо затянуть все равно болтается надо еще сильнее затянуть но это неважно шнур в отличном состоянии так здесь еще что-то было что здесь было я хрен его знаю что это крепление для вилки а это наверное крепление для ключа я понял это здесь ключ должен храниться но его еще привязали видите на шнурок чтоб он не потерялся короче это крепление для ключа а вот здесь что здесь еще какая-то настройка так двигатель вроде в отличном состоянии не видно в нем внутри ни пыли ни ржавчины и вот спецификации райоби дп 101 120 вольт 3 ампера 60 герц 10 инчей 10 инчей это получается ход наверное или высота ее непонятно бенч дрил пресс ну грубо говоря свернильный станок 13 миллиметров это получается максимальный диаметр который можно вставить в патрон но понятно что сверла могут быть толще потому что есть сверла у них этот сам хвостовик тонкий а сверло само толстое вот ну то есть не знаю друзья смотрите сами думайте сами напишите в комментах как мне кажется за бесплатно это просто подарок потому что такой сверлильный станок он минимум стоит полтинник баксов я думаю не меньше тем более райоби это же не чисто китайская какая-то херня я не вижу тут никаких существенных проблем я их вообще не вижу все работает почистить смазать это дело в 10-15 минут вот единственная проблема что как бы хранить его негде потому что у меня уже один такой станок где-то стоит в сарай только меньше я его покупал давно еще но он мне нужен был для проектов вот я там им часто пользовался да и недавно пользовались тоже вот ну не знаю по моему по моему неплохая вещь в общем напишите что думаете не буду вас больше загружать друзья же чуть не забыл вам самое главное показать тест сверления я еще не испытывал вот давайте возьмем какую-то заготовку в общем не нужно блин не хватает такой прищепки половина сейчас на другую не идти придется использовать струбцину так вроде бы неплохо включить так включаем здесь 1 блин кот испугался звука короче побежал и свалил штатив опять давайте посмотрим что произошло хочу произошло вроде тут все четко нигде не цепляет все за звук тут ты тоже любишься нормально странно может поднятие повыше это надо опять это расчинать это не охота заниматься так ладно пока отключена все сверло побольше поищу чтоб интереснее было чем друзья самая толстая что удалось найти вот три четвертых из набора ковцем надо такое так себе сверло у меня там есть где-то деволт и бошки что я покупал но за ними далеко короче лезть их положил на зимнюю консервацию еще недоставал в этом жидко сейчас сейчас посмотрим такую она хотя бы сможет взять это конечно ручки нет очень неудобно и тут под ржавело короче небольшие конечно нужны работы тут небольшими ну увидите сверлит идеально без всякого усилия я думаю тут наверное и большим сверлом проблем не будут вот можно насерни таких отверстий потом заливать туда свинец вставлять проволочки будут грузики для рыбалки ладно друзья в общем отключусь ну потому что сейчас уже видео что-то очень долго такого супер интересного ничего нету если нужен дополнительный обзор по этой дрели напишите в комментах и напишите свои идеи как и тут починить ну и вообще чё с ней сделать вот может у кого-то есть идеи в общем всем спасибо за просмотр и пока пока и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok